Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об африканском слоне, самым крупным из современных наземных животных. Оно одновременно и самое доброжелательное из них. Африканский слон обитает на всей территории Африки, к югу от Сахары. Несмотря на то, что африканский слон является обитателем саванны, он может приспособиться к другим условиям, поэтому встречается в районах, расположенных к югу от Сахары. Однако и там он поселяется только в местах, где есть источники питьевой воды и места для купания. Родственным видом африканскому слону является индийский слон, который немного меньше африканского. Африканский слон использует уши в качестве веера для охлаждения всего тела. С помощью хобота слоны дышат, обоняют, пьют и купаются, а кроме того, добывают себе пищу и обрывают высокорасположенные на деревьях ветки. У слона есть только четыре функциональных зуба длиной 30 сантиметров, по одному с каждой стороны челюсти. Они могут отрастать до шести раз в течение жизни животного. Бивни африканского слона – это удлиненные резцы, которые растут в течение всей жизни животного. На подошве ног африканского слона под кожей есть особая желеобразная пружинящая масса, которая позволяет ступать совершенно бесшумно. Слоны держатся семейными группами. Отношения между ними настолько тесны, что они устраивают похороны мертвым животным, прикрывая их листьями и ветвями. Слоны грустят об умерших родственниках и в течение многих часов несут караул у тела погибшего. Самки и молодые слоны живут в общине под руководством старой слонихи, с которой каждый член семьи находится в родственных отношениях. Молодых самок изгоняют из стада, как только они достигают половой зрелости. Они позже примыкают к семейной общине самцов, с которыми связывают свою жизнь. Взрослые самцы держатся поодиночке, в общину приходят только тогда, когда наступает время спаривания. Даже уходя на большие расстояния, стада не удаляются от воды. Слоны не только охотно пьют воду, но также обожают купаться, особенно по вечерам. После купания слоны обычно посыпают свою влажную шкуру песком. Образующийся в результате этой песочной ванны слой пыли и грязи помогает им защищаться от укусов насекомых. Если слоны теряют между собой зрительный контакт, то о своем местонахождении дают знать при помощи хриплых звуков, напоминающих утробное урчание. Слон издает их с помощью носа, горла и хобота. Эти звуки напоминают также звук, издаваемый во время полоскания горла. Как только слон замечает опасность, он сообщает об этом своим товарищам, неожиданно прерывая этот звук. Конфликты между слонами разрешаются чаще всего мирным путем. Члены общины беспрекословно подчиняются вожаку, если замечают, что он делает предупреждающие знаки, например, свивает хобот или поднимает с его помощью тучи пыли. В такие минуты можно также услышать характерное для слонов трубения. Эти знаки слоны делают и для того, чтобы отпугнуть противника. Слоны – травоядные животные. Они едят разного рода травы, листья, маленькие ветки и кроны деревьев, а также фрукты. Слоны срывают их с помощью хобота и кладут в рот. У слонов есть только небольшое количество функциональных зубов. С их помощью он пережевывает пищу. Если слон лишится сразу всех зубов, то не сможет есть и погибнет от голода. Это происходит чаще всего на 70-м году жизни животного. Неудивительно, что этому огромному животному требуется такое большое количество пищи и воды. Ночь, раннее утро и вечер – это любимое время приема пищи слона. Но они также едят на ходу, пощипывая пучки трав или свежие листья. Слоны достигают половой зрелости в возрасте 12-20 лет. Перед спариванием самец и самка на некоторое время удаляются из стада. Спариванию предшествует сложный ритуал, когда животные ласкают друг друга хоботом. Через 22 месяца на свет появляется один слоненок. Длина его 85-100 см и масса около 100 кг. Слоненка мать кормит в течение двух лет. После рождения следующего детеныша старший из них становится полноправным членом стада. Самка производит потомство обычно раз в 4 года. Ее чаще всего окружают 2 или 3 детеныша разного возраста – от новорожденных до 8 и 12-летних. Если детенышам угрожает опасность, самка становится агрессивной. Слоны съедают около 100 кг растений в день и выпивают до 136 литров воды за раз. В засушливое время слоны роют бивнями в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода. Этими водопоями пользуются не только слоны, но и другие животные. Это умеют делать только немногие животные, среди них барсук. У самок бивни невелики, зато бивни старых самцов достигают огромной длины. Рекордная пара бивней была длиной 4,1 метра и массой 225 кг. Маршевая скорость слона составляет 8-9 км в час, и такой темп он выдерживает много часов без передышки. Стадо в поисках новой территории преодолевает до 80 км в день. Африканский слон относится к вымирающим видам, охота на него запрещена. Однако слонов по-прежнему убивают ради ценных бивней. В самой Кении за последние годы их число уменьшилось со 150 до 30 тысяч. Охрана национальных парков бессильна перед браконьерами. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного! Субтитры сделал DimaTorzok